Уже в четвертый раз Лазаревский центр национальных культур принимает фестиваль детского творчества. В программе пять номинаций – вокал, хореографии, инструментальный жанр, художественное слово и прикладное искусство. 33 ребенка у нас сегодня участвуют в нашем фестивале. Мы все знаем, что дети в течение года готовились. И готовились и дети, и в общем-то готовились и мы, потому что уже этот фестиваль исторически сложилось так, что мы его всегда ждем. Все участники – воспитанники социально-реабилитационного отделения «Милосердие» в возрасте от 3 до 17 лет. Здесь и текстопластика, и конструирование из природного материала. И в этом году наш специалист провел мастер-класс с детьми по валянию картин. Очень замечательные получились картины, и дети очень даже довольны. Что можно сказать о работах детей? Каждая хороша по-своему. Ее нельзя оценить. Одна на пятерку, другая на тройку. То есть они все у нас просто на отлично. И мы стараемся каждого ребенка подбодрить, подхвалить. Десятилетний Алеша Новиков уже во второй раз участвует в этом конкурсе. Он самостоятельно научился рисовать и делать красивые поделки. И еще я делал олимпийский пателл. В преддверии зимней олимпиады, которая пройдет в Сосе, я решил сделать свой собственный пателл. Я свернул трубочку, потом приклеил лекцион и засунул вот эту вся пателл. На сцене концертного зала Центра национальных культур выступали участники в номинациях вокал, хореография, художественное чтение. 15-летняя Анастасия Гузева – разносторонняя личность. Она прекрасно совмещает занятия вокалом, танцами и рисованием с научно-исследовательской деятельностью. Началась с четвертого класса, помогала мне моя учительница Лидия Михайловна. Мы начали с ней про судоверх. Первая работа моя была. Мы исследовали, ходили по ветеранам. Потом мне интересно стало про олимпийского мишку. Я написала сказку и начала работу делать. В газету подали мы объявление. Откликались люди, присылали нам экспонаты свои, свою историю рассказывали. Собрался музей. Мы хотели открыть музей, но на данный момент нет помещения. Но мы его найдем. Выступление участников оценивала компетентная жюри представителей общественной организации «Лига женщин. Мост добра». Я вижу, что вы все очень сильно готовились. У вас у всех очень хорошая группа поддержки. Мне нравится ваше единение такое. Мы вас поздравляем. Хотим, чтобы вы сегодня все были на высшем уровне. Чтобы сегодня победила дружба, чтобы как можно больше детей вошло в финал. Ребята, показавшие лучшие творческие номера, примут участие в городском этапе. Он состоится 23 ноября в День города. По словам организаторов фестиваля, в числе ценных подарков для финалистов будет и спортивная олимпийская одежда. Или на все цены телекомпания ФКТ.